я вернулась жду всех заходите заходите я пока на палитру выкладываю акварель да то есть то как мы это делаем да на курсах я рассказываю выкладываю те цвета которые я буду использовать так присоединяемся так девочки но я начинаю работать акварелью да то есть я себе наметила рисунок вот и смотрите я себе сразу так как в акварели мы двигаемся от светлого в темная да то есть я не смогу сделать оранжевую серединку а потом сверху желтую положить вот это только те кто в гель-лаке работают они могут себе такой позволить вот я начинаю я себе отмечу беру светлый цвет то есть самая светлую часть серединки да то есть я себе отмечаю серединку сейчас я взяла максимально светлый цвет да потому что напоминаю да акварели мы всегда сначала светлые места потом из работы над темными местами местами да то есть это в общем труд как мы знаем и теперь я беру самый свой самый 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 светлый оттенок да со своей картинки потому что еще раз от светлого в темное я начинаю сейчас просто заливать рисунок начинаете вот когда вы заливаете вот когда вы заливаете вы можете так как это акварель да никто не мешает взять какие-то там оттенки другие да то есть я работаю очень как бы такой жидкой консистенции вот кисточка у меня натуральная клонок двойка и жесткого тоже двойка то есть фактически используйте одни кисти вот и я просто беру и заливаю можно еще раз говорю абсолютно разные оттенки можете там сделать там какие-то голубые крапления вот мы с вами заливаем на типсах а я покажу то же самое вот и я двигаюсь от светлого в темное можно сразу же так как это все-таки лепестки одного цветка можете нижние тоже залить светленько то есть самый светлый цвет когда работаете на бумаге кисточку конечно можно и троечку уже прихватить да то есть как бы правда я когда увидела сколько стоит белка десятка но знаете да здесь чем больше номер тем толще кисть вот я тут как-то было уж когда работали магазины я была как-то видела сколько стоит по-моему 12 что ли номер был кистик а вот и стоила на 6 тысяч и чуть упал и он там нормально там как я вовремя отучилась правда тогда был тотальный дефицит кисти тоже надо было искать девочки я сделала что я сделала подложку залила теперь мне нужно естественно подождать потому что много лепестков и я сейчас запутаюсь я сейчас беру цвет какой то есть мне нужно положить здесь вот я хочу сказать что прокладка теней до полутеней она как бы в это два этапа да то есть вы сначала прокладываете полу тени полу тени они занимают как правило ну где-то 50 процентов поверхности до лепестка и уже потом уже потом когда вас высохнет ваша полутень вы положите тень а тень занимает вот и смотреть где-то процентов 20-30 от лепестка да то есть вот весь лепесток вот полу тень и вот маленькая тень понятно вот обязательно нужно подождать потому что сейчас у меня тут все да то есть все растечется когда вы работаете вот почему у некоторых например девчонки вот был такой когда вы пытаетесь серединку сделать темной она зараза не ложится никак все размывается 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 вот это как раз таки говорит о том что вы пытались это делать по сырому вы по сырому делать это нельзя потому что вас акварель и она не ляжет вот то есть нужно ждать когда подсохнет а пока я подбираю просто цвет полу тени да тоже разбавляете и чем меньше плоскость по которой вы работаете то есть чем меньше лепесток дать тем меньше вы берете на свою кисточку краски потому что иначе все зальете так и я вот начинаю почему когда вы только начинаете рисовать девочки да то есть вы начинающий например дизайнер вот я вам рекомендую конечно не рисовать большое количество лепестков чтобы не запутаться вот я положила полутень можете сделать можете работать а ну как бы над несколькими лепестками да то есть у нас есть большой плюс в акварели да кстати здесь уже еще не подсохла до отделяю помните вам рисовала вот теперь влажной кисточкой что я делаю растушевываю границу не делаю вот так вот по всей поверхности просто границу растушевываю таким образом смотрите разбирайте если вы например вот как бы не видите в целом до форму боитесь потеряться потому что везде положить вот можете работать нет над несколькими лепестками эти вот дальше теперь еще следующий лепесток где же у меня тут кончается то где начинается вот так но 10 слишком длинный вот так вот сделаю да вот и опять таки положила просто цвет по границе да вот положу теперь здесь вот есть такой длинный у меня лепесток вот я его вот так вот беру здесь вот я положу если девочки у вас будет если вы рисуете ногтях и у вас такой топ и знаете вот есть которые вот коснулась акварель и все впитался намертво вот в этом случае вам нужно конечно не над несколькими лепестками работать а сразу положили полутень да и сразу же ее растушевывать и то есть не давайте высохнуть ну либо меняйте туп а потому что есть тупо по которым очень здорово растушевывается вспомнила как мне вот сказали есть сейчас найду да то есть девочки ведь вот я как бы проработала вот вот и вот 123 вот еще 123 сейчас и теперь возьму буду работать дальше да то есть если сразу сложно да то вот работайте частями а это же у меня подворот вот подворотник от подворота тень конечно вот он у меня подворотик тоже растушевываю и смотрите сразу можно сделать следующий вот подворот как я вам показывала да вот этот вот эти вот я его сейчас есть сейчас положил 10 и надо также здесь положить вот вот просто берете немножко такую тенюшку и положили для того чтобы у вас вот этот вот подворот да тоже был такой вот объемный закругленный так да дальше смотрите если вы только начинаете да то есть понятно что цвет тени может меняться варьироваться вот а то вы можете работать просто сначала одним цветом до чтобы сначала просто разобрать а уже когда более-менее так вот разберетесь то можете уже там брать например не только там какую-то малиновую тень можете там взять как он там с фиолетовым отливом и так далее вот вижу еще один лепесток значит вот вдоль него вот так вот положила так здесь взяла поярче конечно вот рискую рискую ну ладно и когда вы растягиваете девчонки полутень не тащите ее в край да то есть я вам уже сказала что что у нас полутень занимает ну где-то 50 60 процентов до от всей поверхности то есть не надо закрашивать все теперь дальше смотрю вот здесь вот у меня есть еще лепесток положила он коротенький маленький видно то есть он не коротенький просто частично вот виден только его краешек поэтому также даже если он такой вот маханьки тоже 50 процентов не закрашиваем все до конца и вот видите постепенно я начинаю да то есть я вижу у меня проглядывается лепестки за счет чего за счет света и тени да вот поэтому это в общем то вот такой вот процесс рисования если то есть вы будете вот так вот это все разбираться никаких сложностей у вас дальнейшем в общем-то не будет вот и конечно когда вы девчонки нарисуете на большом формате да то есть вот вы вот так разберете вам конечно будет легче это будет гораздо легче рисовать на типсах да то есть вам уже будет понятно вот эта вся последовательность рисования да вот спрашивают красотища спасибо да мы рисуем пион то есть вот тот что вот я анонсировала позавчера по моему девчонки я нарисовала лепестки те что были направлены вверх теперь я рисую лепестки те что вниз опущенной и точно так же как и в предыдущем случае я прохожусь по границе да то есть ближайшая сторона к центру да то есть если вот вы боитесь и как будет не знаете где то есть вот посмотрите где центр и вот эту сторону ближайшую вы начинаете тонировать да то есть прокладывать и и вот то же самое ни в коем случае на крайне тянем мы с вами работаем мы с вами работаем да помним что полутень ложится у нас полутень у нас ложится где-то 50 60 процентов всего лис . на края не лезем потеряете все так два лепесточка нижних сделала сделала вновь присоединившиеся всех приветствую здравствуйте так вот вижу еще один лепесточку вот он видно вот прохожусь положила буду по одному делать и растушевываю девчонки если чувствуете что положили много и тянется вот прямо не знаете что делать что нужно сделать как вы думаете нужно помыть кисточку и чистой кисточкой то есть если вы тянете видите что вот все уже критично границу переходите до краски много положили что надо сделать помыть кисточку так и теперь у меня остается вот видите совершенно вот такие вот маленькие видимые части нижних лепестков да то есть вот я их положила вот они у меня здесь и здесь вот крохотульки вот по границе прям да вот если у вас рядом лежит лепесток сверху значит вы его вот так вот весь и проходите так и теперь что я делаю растушевываю вот у меня получается и вот видите я положила сейчас полу тени до полу тени положила и я сейчас уже начинаю понимать да где какая у меня верхняя нижняя часть да то есть как бы нарисовала овальчик верхние подрисовал к нему юбочку и вот у меня все получилось а вот теперь девчонки мы начинаем прокладывать что после того как вы положили полу тени теперь вы рисуете тени и тени у нас занимают ну где-то процентов 25-30 до кота всей поверхности лепесточка и девчонки тени конечно они у нас что темнее да то есть это уже понятно есть полу тень есть тень и тем темнее если у вас нету какого-то и чем будет у вас активнее то есть не активно чем более будет темная тень да вот вы конечно должны смотреть по отношению то есть если у вас нежный нежный такой светлый цветок то если вы сделаете очень темную тень у вас тени будут знаете вот как наверное шляпки гвоздей вбиты в белую стену черные гвозди вот эти шляпки будут вот так вот торчать вот то есть все должно быть естественно как бы взаимосвязано да то есть поэтому вы да обязательно смотрите и что я начинаю все то вот все то же самое все то же самое я начинаю прокладывать уже более темный цвет да то есть но девочки я уже делаю это очень аккуратно запомните когда вы растушевываете темный цвет да то есть он темный что значит темный акварель это значит то что там много пигмента да то есть значит мало акварели воды вот и здесь самое главное вы должны понимать что растушевать растушевать то надо в общем то очень аккуратненько чтобы не перетянуть никуда вот и смотрите девчонки здесь следующий момент конечно тень на верхних лепестках она может быть чуть светлее чем там где-то внизу правильно то есть как по очевидно я думаю вот поэтому здесь вот можно просто поменьше до класть и размыть и что вы делаете все то же самое но но уже где-то процентов 30 вот и ведь получается что у нас у нас как раз таки получается появляется вот это вот глубина все то же самое вот прохожусь только уже все поменьше то есть не затемните и вот это тоже лепесточек забыл вот поэтому девочки если вот так вот в принципе все разобрать да вот объяснить кажется что уже не такой сложный согласитесь вот то есть когда смотришь он кажется сложнее сама казалось сложные сейчас начинаю анализировать но признаюсь вам да не было страшно трепеталась сердечко моё сердечко вот поэтому девчонки в общем то хочу сказать что если разобрать проживать да то бояться не надо самое главное не надо бояться надо всегда делать вас пусть вы можете бояться на самом глампусь где руки делают а вы можете сидеть и бояться на руки пусть делают вы сидите и бойтесь да то есть вот положил по границе и растушеваю то есть никаких каких-то новых мест я не делаю не не ищу да то есть все в том же месте только вот у нас была заливка светлый свет потом была полутень и теперь тень что касается подворота да то есть то же самое девчонки вот аккуратненько только совсем чуть-чуть а мы также сюда пола прокладываем тень и смотрите зависимости от величины подворота до вот этого да то есть он может быть очень такой как бы как навес большой дату тени он будет отбрасывать больше вот и собственно говоря все да вот у нас идет прокладываю в тех же местах но поменьше да и вот видите уже пион приобретает форму да за счет чего за счет того что я уже положила тени мне на некоторых лепесточках до можете еще раз говорю менять да и так сейчас вот здесь надо растушевать девочки значит растушевывается не на всех видах бумаги да то есть если вы возьмете пищу бумагу офисную то там это не получится ну кто-то на конкурсном тренинге у меня рисовали кто-то вот да то есть но понимаете о чем я говорю если кто-то пытался акварелью рисовать то есть что делаю да я девчонки а сейчас прокладываю тени то есть работаю сейчас я надо верхними лепестками и вот теперь у меня есть еще нижние лепестки и на нижних можно сделать чуть-чуть ну наверное другого цвета ну побольше можно и вот смотрите есть верхний лепесток а есть совсем вот такой да то есть вы понимаете что от этих двух сюда очень круто тень падает так активно но по сути дела я вот видите девчонки делаю все то же самое да сложно скажите мне сейчас вот сейчас сложно стало мне кажется сейчас уже понять не согласитесь то есть начало будет казалось что сложно сейчас вроде как уже не сложно так и вот теперь остается вот это вот я же говорила сейчас уже не сложно сейчас уже не страшно сейчас уже не страшно ты все почти до рисовали так девчоночки значит у нас есть тычинка она у нас такая оранжевая коричневая вот и зависимости от того какая тычинка и сколько вы хотите понятно то куда ноги растут сложно но не так страшно ну да как бы понятно что пион вообще сложно девочки цветок а я на что хочу сказать то конечно если вы его осилите вот он конечно красивый он безумно вкусно пахнет смотрите тычинка если вы хотите ее прописать все то же самое полутени и тени вот я взяла сейчас оранжевый цвет да то есть это что это полутень вот взяла кисточку влажные растушевываю растушевываю ну здесь вот можно принципе там такая красный пемпочка то есть что я сейчас сделала девчонки а ну так как там такие вот есть тычиночки миленький то есть можете вот натянуть немножко ей на лепестки до ждем когда высохнет это полутень тычиночная полутень теперь берем темно-коричневый цвет то есть вот сейчас будет тень и смотрите когда вы подбираете девчонки тени да но вряд ли вы будете наверное к желтой тычинке брать какой-то там синий цвет например да то есть вы подбираете понимаете желтый какой может быть подумайте какой может быть в тени желтый он может быть там какой-нибудь болотно зеленый или коричневый правильно но он вряд ли там будет темно-синий этот цвет в тени поэтому вы подбираете то здесь вот немножко просто нужно подумать да какой цвет тени подойдет так я вот взяла такой знаете как бы и подходящий цвет к пиону да и как бы к желтому то есть у меня получилось я смешала оранжевый красный черный то есть как вот такие как бы не вашим не нашим когда начинаем работать вы конечно смотрите вот здесь у нас серединочка слишком темный получился мне кажется да по отношению останавливаемся если понимаете что что-то пошло не так надо остановиться и перемешать у нас вот как-то были живые курсы когда вели мастер сидит то есть вот она понимает что она чуть не то делает у нас тут вы прямо сидит кряхтит стонет и говорит ой что-то у меня не получается цвет какой-то дурацкий и продолжает работать то есть она продолжает портить свой рисунок вот но продолжает работать я говорю что вот так ягу остановись помой кисть возьми другой цвет да я к ну и значит вокруг мы с вами поэтому если вы видите да то есть это особенно вот кстати на ногтях очень хорошо вот как бы вот такой вот момент проглядывает когда вот человек мучается зачем-то вот но при этом продолжает портить и потом приходится переделывать остановись помой кисть как говорится вот я взяла такой знаете как бы оранжевый коричневый да и уже девочки чем тоньше вы хотите четче линию тем меньше воды вашей акварель и должно быть да то есть иначе вы просто будете все заливать то есть я сейчас уже рисует только самым кончиком прописываю вот эту вот серединку и мы практически с вами в общем то вот нарисовали но 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 есть еще такой момент я могу сделать очень тонкую прорисовку да то есть как бы почетче подчеркнуть лепестки вот для этого девочки нужно взять акварель немножко погуще обязательно подобрать какой-то темный цвет и самым кончиком кисти слегка можно подчеркнуть до слегка можно подчеркнуть вот буквально едва касаясь подчеркнуть края до контуры лепесточков да то есть это вот как бы финальная такая прорисовка хотя акварель как я всегда говорю может быть и такой да то есть она может быть разные потому что видов акварели техник очень много да то есть есть техника по-сырому есть прописано есть ботаническая иллюстрация да вот когда там вообще даже непонятно вообще это фотографии ли это рисунок да то есть там настолько все прописывается вот эти все прожилки вот поэтому она может быть разная и вот видите я слегка подчеркиваю контуры лепестков да и у меня как раз таки становится уже более четкий рисунок с понятными лепестками до девочки и я всего лишь что сделала да я сделала заливку основной цвет светлый я взяла что сделала полу тени и я положила тени поэтому в общем то я думаю что если вот так вот все разобрать то ничего сложного нету если я буду рисовать этот пион несколько раз то я в общем то могу его довести просто до совершенства все дело девчонки в практике говорят если сделал 50 тысяч повторений вы станете просто мастером своего дела то есть чем больше мы делаем тем больше у нас вырабатывается вот этот вот навык поэтому почему требуется всегда я говорю делаем отработку одного раза будет недостаточно почему девчонки онлайн курс намного эффективнее чем живые курсы потому что еще я всегда говорю есть время на отработку и вот теперь есть еще такой момент после того как вы разобрались вы для себя можете уже там подкорректировать например если вы видите да вот лепесток сверху лишь этот снизу да поэтому сюда можете также положить вот этот вот подворот он сверху поэтому можно уже как бы такие вот места как бы доделать это уже такой вот то есть основную часть мы с вами сделали и вот мы с вами получили пиончик да то есть мы разобрали по форме и что хочу сказать конечно нижние лепестки девочки они всегда да вот чуть чуть как бы у них больше вот это вот зона затемнения то есть вы можете их вообще увести в тень да то есть вот из того как вы сделали вот можно оставить так да а можно их вообще вот как бы увести прямо в тень то есть они тогда что сделают они у нас подвернутся туда прям вот под цветок да и на них вообще не будет попадать цвет то есть вот у нас получился с вами вот такой пиончик девочки если я сейчас вот здесь вот чуть-чуть положу да у меня также этот край что сделать он от меня отвернется то есть подвернется чем светлее тем ближе к нам чем светлее о чем темнее тем дальше от нас поэтому это вот запомнить тоже всегда как бы но имейте это ввиду так но мы с вами нарисовали так подворот вот теперь остается немножко добавить потому что он же тоже круглый уже не сломанный лепесток правильно вот поэтому также можно его немножко подвернуть так девчонки но надо листики 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 всегда я рисую уже так по остаточному принципу по остаточному принципу так но у пиона листочки все то же самое начинаем рисовать со светлого ну я уже говорил да что заливку можете делать не обязательно там одним каким-то цветом вы можете использовать несколько цветов то есть я сначала делаю сразу заливаю по форме да так вот есть такой зеленый классический зеленые в этом наборах таких базовых 24 цвета не нужную его форма лепестков пиона девчонки она вот такая да то есть вы видели наверное смотрели вот да то есть это вот такие вот вытянутые листочки да вот они какие-то вот такие вот тоже такие живут вот такой план да вот я сейчас в общем то вот их тоже пытаюсь сымитировать это листики чаш листики вот ну честно скажу кисть для такого формата мне мне лично немножко маловато вот хочется наверно тройку взять потому что не как-то тесновато я сейчас показываю да девчонки что заливку вы можете делать то не обязательно одного цвета да если вы только начинаете вам надо попробовать да то есть вы можете с цветами не экспериментировать но если вы уже рисуете да то есть уже как бы немножко знаете специфику да вот как бы уже рисующе потому что у меня есть мастера которые уже давно со мной курсы проходят и у них очень его уровень изменился то есть они уже вполне такие может сказать как состоявшиеся дизайнеры рисует вот поэтому я хочу сказать что да вы можете а вот если вы только начинаете да то сначала немножко разберитесь по форме и потом уже можете использовать различные цвета потому что это акварель в общем то вот она как бы дает возможность а девочки я сделал заливку что еще должна сделать после того как у меня подсохнет от цветка падает тень на листья конечно падает все то же самое полу тени вот можете центральную прожилку обозначить вот то есть я вот прям взяла и прокладываю тень от цветка на листиках то есть это на полутень вот теперь я растягиваю полутень вот можно ее только даже немножко натянуть то есть можете вот так обозначить центральной прожилочки на листиках у всех в одном месте есть вот и у нас тоже получились листики да то есть это сначала полутень отделила растушевала так и вот теперь после того как мы с вами положили до полу тени я беру насыщенный зеленый цвет уже темный да и что я сейчас делаю тени правильно вот и когда я прокладываю тени конечно я что беру уже поменьше акварель и как раз таки в 10 можете если хотите разобрать да то есть немножко сделать так вот как бы положить вот отметить вот эти прожилочки и вот у нас с вами получился такой вот цветок да и уже потом когда вы вот так вот в общем-то разрисуетесь разрисуетесь кто знает смените профессию потому что вот она работают то что я видела и конечно есть очень хорошие работы практически у всех вот поэтому девчонки хотите да действительно можете очень хорошо разрисоваться для этого нужно просто сидеть и рисовать да то есть это во первых вообще полезно со всех сторон как и для головы так и для это но я материалист вот поэтому если захотите можете еще мы тем монетизировать это все будет но и потом расписывать можно не только рисовать на бумаге да то есть если вы это умеете делать можете делать везде ха 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 вот есть мастер которая в общем то вот уже но она расписал пасхальные яйца но очень так в общем то не здорово получилось украсила вот поэтому все это можно девчонки не только для души для пользы для мозга для тела так как говорится вот но и все это можно потом пустить в дело так смотрите мы практически с вами все закончили на ногтях в этого но если получится по размеру вы можете это сделать да но то что касается бумаги да то есть девочки вы потом уже можете как бы детализировать да то есть это уже как бы понятно что это можно не делать но вы можете нарисовать очень легкие такие вот как бы прожилки например да вот то есть это уже дальше идет как я уже говорила акварель может быть разные да то есть вы можете добавить там какие-то будут на листиках есть прожилочки да то есть рисунок лепестков да то есть это уже идет дальнейшая проработка и все это уже дополнение да я то есть это уже меняется то есть мы уже переходим от легкого акварельного зарисовка да можно в общем дать дальше порисовать если вы будете рисовать какие-то если вы будете рисовать какие-то прожилки девчонки какие-то вот вот запомните когда рисуете цветы когда рисуете цветы все что вы рисуете вы рисуете либо из этой точки либо к этой точке запомните это это не касается даже в данном случае акварельного вот этого рисунка я просто вам рекомендую это запомнить тогда у вас всегда все будет правильно вот у вас ваша цель и все что вы захотите нарисовать вы все направляете к этой точке да то есть прожилки жилки все что хотите вот все все сюда так мне тут написали не успела девчонки не расстраивайтесь здесь эта запись будет 24 часа на youtube канале потом будет в доступе сколько хотите можете просматривать перерисовать можете нарисовать бордовые желтые пионы до отработать их вот но собственно говоря мы с вами вот здесь да то есть разобрали эту форму да ну и дальше это уже как бы ваша хотите можете прописать еще там добавить до порисовать вот но мы с вами разобрали основную часть до цветка и у нас в общем то получился пион да и и и ну вот как то так и девчоночки теперь теперь вы чё все что ли вы уходите а вы уходите что ли а я же еще не всю вот девочки значит это было на бумаге а теперь на типсе так вот на бумаге нарисуйте покройте потом но когда магазина откроется они же когда-нибудь откроется вот да можно нарисовать акварели например если вы хотите да можете потом расписаться пример да а будет очень красивый зарисовок да вот можно даже купить такую белую рамочку вот и написать я например пишу там не гматуллина до 1 расписаться это очень будет красивый рисунок да вот просто вот в красивую белую рамочку там если это все поместить вот если захотите поярче можете купить потом есть такой знаете лак для акварели да вот и вы можете его еще потом покрыть и будет очень красиво то можете даже подарить потому что вот я видела я просто подписан на 1 художника она как я я по не рассказывала она рисует просто акварели сидит на даче рисует акварель очень дорого продают их вот она на это делает каждый день и она уже очень разработал здесь это вы будете периодически делать это вы можете получить очень хороший результат кстати так и теперь мы с вами это все сделаем где здесь девчонки вот то что касается бумаги это одна песня здесь у нас другая вот во-первых уменьшится в разы количество акварели это однозначно ой лепестков понятно да вот она и самое главное что у нас здесь с вами будет я не могу взять карандаш здесь нарисовать потому что не на каждом топе это рисует во первых во вторых карандаш нужно тоже подобрать потому что он покрывать всю поверхность рисунка лаком да девчонки можете вы знаете то так он такой лак он просто вот можете акварель ну вот можно есть даже спреи такие вот и продаются эти лайки вот есть есть вот прям специально акварель то есть акварель становится ярче вот мы когда топом покрываем акварель она к сочная стоит вот здесь вот то же самое происходит вот вы просто можете вот эту часть рисунка на бумаге не будет видно однозначно вот можете полностью покрыть то есть очень красиво получается прямо там реально можно очень красиво украсить и вообще вот на подарок самое милое дело вот такие рамы подбирают там специально идут багетные мастерские но вот если вы хотите так по взрослому сделать о очень красиво можно работать ну как бы оформить это прям действительно я просто видел как ты была в художественном салоне там как раз оформляли работу причем акварелька знаете была такая неплохая но такая вот как бы не могу сказать что на какая-то была там но когда ее оформили в рамочку это было так вообще прям вот прям вообще это была такая дорогая работа в пусто очень круто выглядела значит смотрите девчонки что мы сейчас с вами должны здесь сделать да мы с вами помним что у нас есть центр а поэтому мы с вами берем центр вот я его сразу делаю желтым да то есть вот такой вот здесь как бы овальчик вот я сразу делаю желтым вот и теперь смотрите вы помните что я рисовала такой вот овал да вы можете себе кисточку конечно можно поменьше взять вот вокруг вот этого когда вы нарисовали вот эту желтую серединку вы сразу задали овал так не сейчас говорит увеличить вот вы можете себе точками сделал да то есть вот вокруг вот этой желтой серединке себе обозначить и то есть чтобы потом не сбиться с пути какой акварель используете скажите пожалуйста девчонки у меня акварель сонет вот акварель сонет вот она и у меня есть корейская акварель которую я выдавила отдельно в палитру то есть дополнительные цвета потому что 24 если честно мало так и вокруг вот этой своей желтой серединке сначала просто рисуете вот эту вот верхнюю часть вот это овальчик можно прям целиком овал потом туда желтую серединку вставить берете максимально светлый цвет да то есть ну вот мы с вами тоже самое делаем что и делали теперь следующее что мы сами делаем нижнюю юбочку помните помните вот смотрите можете себе вот так вот это все оформить и делайте юбочку но смотрите желательно чтобы вы эту юбочку потом в итоге не потеряли дату чтобы она вас не слилась поэтому оставьте небольшую щель между верхним овалом и нижней юбочкой да то есть вот у меня что получилось в итоге видите даем высохнуть берем цвет цвет какой полутени берем полутени то есть овал юбка вот она юбка видно даем высохнуть берем полутень консистенция краски уже естественно но не то что она естественно потемнее точно так же как мы брали да вот но самое главное еще не должно быть большого количества на кисти краски теперь девочки если у меня тут конечно ведь сколько лепесточков вы здесь смотрите относительно вашей поверхности рекомендую просто не бояться а начать кончиком кисти аккуратно вырезать из верхней части лепестки вот и когда вы рисуете овал а можете его не идеально ровно рисовать до чтобы края такие вот прям получились а вот да если он у вас такой бугристого как раз из этого можете себе вот нарезать да вот видите вот он у меня такой вот и как раз таки из этого себе можете нарезать там красивые края лепестков но можете по извращаться еще там внутри там маленький вставить видите да вот у меня как получается ну себя возьмите на слабо как говорится это всегда дело сможешь не сможешь сможешь и не сможешь все знаете работает так это у меня а я верхнюю часть вот теперь у вас есть нижняя юбочка смотрите хотите можете юбочку оставить пока в покое чтобы не путаться а то есть много линий сложно и теперь начинаете делать что начинаете прокладывать полутени но все это вот в таких количествах девчонки да то есть у нас здесь немножко осложняется жизнь почему потому что мало места и теперь все то же самое что я делала на листочке я растушевываю вот взяла растушевываю и не забывайте что вы должны оставить верхнюю часть светлой да вот цвета вашей заливки так теперь продолжаем так весь возьму цвет ножку посвежит у меня тут грязный как трос получается самое главное берем небольшое количество вот теперь здесь до лепесток нижней причем смотрите если там у меня было достаточно много места то здесь если хотите можете сразу так эту полутень прокладывать ну сразу растушевываю до двина то есть я делаю все то же самое ну просто в микро размерах ведь до я так слышу прям вот чувствую затаившие дыхание ваше и свою зависла тишь тишина зависла в воздухе ну вообще на этом ноготочки можно было побольше я это я знаете это я ощутила эту энергию энергетику так вот смотрите я что сделала юбочку да принципе на этом типсе можно побольше был пион нарисовать не мельчить узнать коров легче было рисовать так я беру теперь оставляю так вот еще побольше сделаю так так девчонки я теперь оставляю до покой верхнюю часть то есть я тут нарисовала и у меня есть нижняя юбочка да я начинаю резать значит основное условие девчонки если вы не знаете как нарисовать вот нижние лепестки вот смотрите я ставлю кисточку вот виду и начинаю рисовать лепесток дальше я вырезала лепесток вот и виду кисточку воздухе сюда вот тогда он у вас окажется в нужном месте вот да то есть он не окажется там они пришли как говорится к были вот да то есть для того чтобы он оказался в нужном месте нужно вот так вот повести кисточку вот так вот вставить лепесток и опять мысленно довести кисточку до базы хотите можете еще тут вот нарисовать поэтому девчонки когда рисуете вот да не надо много там лишнего думать да просто делаете вот то что как я говорю да вот тогда будет на месте все и теперь делаем что делаем то же самое прокладываем полутени да очень аккуратненько смотрите то что касается полутеней я хочу сказать да то есть вот то что на ногтях а если мы на листочке могли положить растушевать здесь место к сожалению не так много поэтому вы можете в принципе сразу начать вот растушевку да то есть использовать вот это вот основное движение кисти и растушевать видно дальше мой кисточку я влюблена в акварель тысячу лет не рисовала теперь безумно хочется начать где-то вообще просто я тоже честно говоря вот как бы гель-лак вот когда взяла акварель думаю это моя тайная любовь девчонки приглашаю вас в клуб художников свой вот будем заниматься так и а дальше оставшиеся лепестки да то есть вот смотрите мы сейчас с вами что делали мы с вами сейчас занимались полутенями правильно вот они у нас полутени а вот теперь девчонки нам нужно что сделать нам нужно проложить уже тени и вот тени тонкие вибрации передаются на любое расстояние я хочу в клуб да девчонки я просто вот как то вот у меня такая вот идея возникла просто вот хочется вот иногда знаете сидеть и рисовать но это как говорится еще одно это сидеть и рисовать это вот как шампанское однажды не будешь пить правильно вот поэтому я так подумала может девчонки тоже со мной будут сидеть рисовать вот она я много даю информации и буду давать еще больше конечно вот поэтому мы с вами организуем клуб кто хочет да у меня краски sonnet sonnet я в принципе как бы все-таки благосклонно отношусь к нашим производителям акварели то есть они уже такие вот как бы выпить питерцы уже давно работают то есть у них как бы акварель такая известная так девчонки я беру темный цвет темный цвет да и самое главное вы должны его взять на чистую кисточку на кончик на кончик эфир девчонки сохранится эфир будет на моем канале youtube да если сейчас не можете посмотрите потом здесь бы 24 потом будет вот здесь экспресс-стайл заходите смотрите значит девчонки я взяла небольшое количество акварели да и мы что с вами делаем вот она должна быть потемнее и погуще чуть-чуть можете вот если рисуете на к точках я вот продолжаю работать уже кисточкой да если там не на листочке хотелось взять троечку то здесь мне не хочется брать кисточку в троечку вот буквально аккуратненько начинаю прокладывать тени да видно то есть у нас здесь места мало короче места мало места мало и все в тех же местах что и на листочке да то есть вы сейчас вот просто берете и прокладываете темный цвет собственно говоря по поводу подворота да можно сделать но он будет просто микро поэтому когда рисуете девчонки на ногтях не стоит всегда пытаться впихнуть как говорится то что не лезет а вот поэтому смотрите дальше проложила тени проложила в тени вот и чуть-чуть чистой кисточкой девчонки самым кончиком самым кончиком вы растушевываете вы растушевываете да вот эту тенюшку то есть самое главное да здесь очень аккуратно и такие вот миленькие миленькие движения кисточкой вот еще раз говорю чтобы не путаться можно делать это все поэтапно да можете делать это все поэтапно вот теперь у меня нижняя юбочка вот положила и растушевываю так и девчонки теперь мы с вами должны взять и сделать ну во первых мы с вами должны сделать серединку так я вот все таки хочу сейчас сделать подворот вот смотрите я сейчас вот вот из этого лепестка убираю вот этот маленький вот эти просто убрала этот маленький дам сейчас высохнуть и сделаю сейчас подворот то есть вы на самом деле вот эти подвороты вот дам большинство почему-то боятся их да вы вам просто поймите как они делаются то есть там вообще ничего сложного нету вот смотрите я сейчас дам высохнуть я просто убрала этот маленький лепесточек а то он какой-то там будет совсем куцеватой вот и сейчас я сделаю подворот сначала выдам высохнуть так вот девчонки смотрите вот у вас есть до лепесток а я хочу его подвернуть вот смотрите вот у меня кисточка пошла обязательно угол вот здесь должен быть где-то градусов 45 рисуете подворот как вы хотите и опять плавно под этим углом 30 градусов заходите в эту основную линию вот он получился 2 вот видите дальше от подворота автоматически упадет тень на лепесток поэтому вдоль вот этой линии который вы только что нарисовали можете растушевать акварельку и вот у меня получился ведь подворот то что вот здесь вот по нижней части там я думаю не стоит потому что здесь все-таки у нас маленькие ноготочки поэтому мы себе можем при такие вот разрешить вольности и вот подворот у меня а пока он подсыхает то есть я потом его видите да как я его сделала по контуру пошли 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 наехали и опять в контур с другой стороны влились скажем так так девочки теперь пока у меня подсыхает я делаю серединку да то есть никто не отменял тем более она у нас такая заявленная не маленькая и поэтому мы сейчас берем оранжевый вот если растушевывать некуда некуда значить точечно тыкаемся до цвет оранжевый немножко вписали так и вот теперь а мне нужно взять и теперь мне нужно взять такой знаете вот бордовый цвет потому что мне нужно сделать но смотрите прорисовку можно этим цветом сделать и сразу и на листиках поэтому девчонки сейчас пока у меня тут все подсыхает я что делаю я сейчас также нарисую листочки то смотрите когда рисуете листочки но задать какую-то композиционную линию да то есть это может быть вот так композиционная линия правильно это может быть вот так вот то есть не просто где захотелось да то есть вы когда рисуете вы строите композицию поэтому обязательно себе решите да то есть ну вот так вот если нарисовать это я думаю это будет не очень красиво правильно поэтому вы для себя выберите оптимального до что было красиво композиция на к точках вот и я начинаю листики еще подрисую как и рисовал там на основном рисунке акварельном и то же самое я делаю здесь то есть вот я выбрала также как и на листочке акварель я выбрала вот такую диагональную композицию и вот рисую листочки так и вот сюда еще тоже ставим ну например там